всем привет с вами снова самый прыгучий очкарик на районе и в этом видео я вам покажу какие упражнения я делал до того как я достиг своего прыжка наверное около 100 сантиметров все упражнения которые я делал без участия тренажерного зала первое упражнение лягушка это упражнение которое я делал следующим образом для себя отмечал начальную линию стартовую откуда в дальнейшем совершал 10 прыжков по завершению 10 прыжка я замерял все то расстояние которое я прошел прыгаем расстояние я замерял стопами я всегда прыгал в одних и тех же кроссовках и если даже кроссовки менял я знал насколько сантиметров они отличались от предыдущих очень хорошо дает взрывную силу упражнения очень хорошие но самое главное ребята не забывайте о разминке разминка она обязательно то есть делать такую колоссальную нагрузку со временем с коленями в общем могут возникнуть проблемы следующее упражнение это прыжок в длину на максимум думаю тут ничего сложного просто встаем прыгаем замеряем желательно делать именно на максимум поехали дальше спринт 40 метров не обязательно все 40 метров бежать на свой максимум главное стартануть на максимум то есть первые 5-6 метров надо бежать действительно на всей той скорости на всей той взрывной силе которую у вас есть и насколько возможно это вообще сделать 5-10 таких забегов на максимум именно старт он самый сложный даже сейчас он способен меня убить очень сильно советую всем не обязательно делать это с колодок можно обычного резинового покрытия свободно делать так далее у нас идут прыжок на максимум вверх 10 по 10 это одно из таких упражнений которое пришло ко мне наверное спустя года три то есть сначала когда я начинал заниматься я не делал именно таким образом данное упражнение я прыгал но не мог никак для себя взять вот ту постоянную которую можно было делать и делать комфортно следующем у нас идет стульчик у стены упражнение очень хорошая очень любил его раньше делать дома советую всем попробовать на видео вы сейчас видите вообще каким образом его можно выполнять также можно это делать дома у стены всем советую попробуйте в комментариях пишите кто сколько сможет расстоять именно в как всегда на заднем плане мы видим моего кота ранее уже говорил у него есть свой собственный инстаграм ссылка будет в описании заходите смотрите подписывайтесь там даже немного меня и моей жизни попадает следующее упражнение у нас пистолетик чем хорошо это упражнение тем что нагрузка на бедро идет намного больше потому что мы работаем сейчас собственным весом уже на одной ноге это упражнение очень сильно можно модернизировать я его делаю сейчас уже комфортно с утяжелителями на ногах с весом 5 килограмм на видео тоже можете можете увидеть каким образом я это все делаю в идеале конечно если у вас получится держать полностью баланс и приседать стульчиком вообще не держась руками это будет замечательной следующее упражнение хоккейный шаг очень простое эффективное упражнение на самом деле которым мало кто пользуется а для прыжка она очень эффективно оказалось я его взял из хоккея то есть в детстве я занимался и данное упражнение мне давалось легче всего но для прыжка я немножечко его видоизменил поменял ширину шага начал прыгать с более глубокой подсидкой в хоккей делается все немного не так суть данного упражнения примерно такая же как в пистолетике мы нагружаем здесь сильнее одну ногу прыжок с одной ноги намного сильнее нагружает мышцы бедра чем нежели прыгать с двух ног таким образом можно сделать меньше повторений и при этом нагрузить ноги намного сильнее следующее упражнение это подъемные икры подъемные икры нужен всегда везде ребят запомните это перед тренировкой после тренировки во время тренировки дома перед сном в маршрутке вообще всегда везде делаете это то упражнение от которого нельзя отказываться если кто-то вам там говорит что их не обязательно качать нет игры нужно качать и нужно качать всегда и и Сейчас уже идет 15 минута съемки данного видео. Я понимаю, что я назвал только половину упражнений из всех тех, что у меня есть в списке. А по времени набегает уже много. Поэтому, наверное, я свои видео буду делить на несколько упражнений вообще в будущем. Потому что я понимаю, что вам не совсем удобно смотреть ролики, которые длятся 17-20 минут. Наверное, намного удобнее будет, когда ролик будет в диапазоне 4-8 минут. Давайте я, наверное, также в группе в своей ВКонтакте создам опрос. Какое комфортное время видео вам вообще, наверное, приемлемо и удобнее всего смотреть. Потому что я так понимаю, сейчас по статистике у меня, по-моему, 85% пользователей смотрят меня с мобильных устройств. Наверное, не всем прикол будет 17 минут втыкать в телефон. Все, в большинстве, конечно, сейчас все с компьютера смотрю. Но мне интересно ваше мнение. Поэтому будет создан опрос. Пожалуйста, пройдите его в группе ВКонтакте. И я уже, исходя из этого, буду делать для себя какие-то выводы, какого формата, какой продолжительности снимать видео. Также всем по мере возможности посоветовал бы пользоваться утяжелителями. Утяжелители есть разных весов. Начинал я с килограмма на каждую ногу. Сразу говорю, нельзя в них прыгать. Не советую. Можно, но не советую. Никогда не прыгал. Как-то попытался. Но дело в том, что сам прыжок, он начинает сбиваться. То есть техника прыжка, надо понимать, она меняется. Когда у вас на ногах висит лишний вес, вы либо начинаете слишком твердо приземляться, тем самым нагружать колено, голеностоп. Каким образом я использовал утяжелители? Я ходил в них до учебы, до тренировки и обратно. То есть на учебе я, конечно, в них не ходил. Я их просто снимал, оставлял. Но до тренировки, на тренировку я ходил в утяжелителях вообще смело. Это классно. Это вообще такой челлендж для себя. Я после очень хорошей тренировки вернуться домой с утяжелителями. А дошел я до того, что у меня каждый утяжелитель весил 5 килограмм. Поэтому кто не пробовал, попробуйте. Кто пробовал, делайте. Но постарайтесь, ребята, в них не прыгать. То есть основное. Для начала нужно научиться в них ходить. Ходить правильно и контролировать свою ногу. То есть и с веса начать с небольшого. То есть если вы никогда не делали, начните с килограмма, полутора. Два с половиной сразу нет. Два с половиной это сейчас для меня комфортный вес. Я восстанавливаюсь. И два с половиной это когда у вас ноги уже хотя бы под стать моим. И вы можете там прыгнуть сотку. Спасибо, что досмотрели данное видео. Надеюсь, мои советы будут для вас полезны. А с вами был я, самый прыгучий очкарик на районе. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо. Пока. Продолжение следует.